Студия Кимоноза представляет вашему вниманию познавательные проекты, расширяющие рамки сознания и методики. Смотрим, слушаем. Душа остаётся три дня ещё с близкими над своим телом, потому что есть энергетическая связь ещё между душой и телом. Привязка энергетическая. Привязка. Идёт расслойка этих энергий, что остаётся с телом. Такие земные низкие энергии, которые нужны были телу для осуществования. Идёт расслойка, расслоение. Душа отделилась полностью. И всё, тело спокойно, можно. Тело уходит в землю, а душа в это время приходит и встречает душу, да, и поднимается. Сейчас секундочку. Просто показывает. Если кто-то сгорел, то всё равно даже пепел оставшийся, он всё равно излучает эту энергетику, и душа всё равно будет висеть над пеплом. Угу. Три дня. Да, будет отделяться. Всё. Ну так же, если утонул, то же самое. Если утонул, то тело как бы всё равно остаётся телом. Угу. Физическим, как целиковым, как мы его видим. Угу. Когда пепел, всё тоже. Привязка энергетическая просто. Да. Угу. Пепел может дальше заставать. Хорошо. А что дальше происходит с душой после третьего дня? То есть она поднимается и к своим близким? Когда проходит, когда уже, как прошло отделение энергии от физического тела, душа поднимается вверх. За ней приходит кто-то из родственников, может кто-то один прийти. И обычно приходит весь род, потому что они рады приветствовать. Это как возвращение для них. Да. Они рады как его возвращению домой. Они подходят, кто-то из них, и дотрагиваются до новопришедшей души, как тонкий план. Угу. Да. Дотрагиваться почему дает импульс энергетический, чтобы включить понимание, где ты сейчас находишься и для чего, и как всё это было. Да, я это под гипнозом чувствовал. И сразу же включается сознание и понимание всего этого, ну всего тонкого мира. И сразу же, как сказать, нахлынивают воспоминания, а понимание, какая-то любовь, какая-то, ну очень приятные ощущения появляются, скажем так. Потому что ты в своём родном месте. Мне даже сложно словами описать эти ощущения. Это как целый организм есть человеческий, и ему не хватает какого-то органа, вот так вот. И когда тебе вставляют этот орган, всё начинает работать как полноценно. Угу. 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 Возвращать статью. Угу. Угу. Отлично. Угу. А что происходит на 9 день? До девяти дней ты еще можешь присутствовать где-то на земле со своими родственниками, потому что связь тоже есть энергетическая привязка к людям. Это посещать, да? Посещать родственников? Можно, да. А после девяти дней уже все уже нельзя? Поднимается наверх. Еще выше? Все. Нет, поднимается туда к своим. Больше он спускаться не будет. Уже он ждет совета. Ну, мы знаем, что иногда разрешают со своими находиться, у кого хороший набор энергии и вибраций. И все это время до сорока дней находятся в кругу своих. Да. Но бывают случаи, когда находятся отдельно от своих. Бывают такие случаи? Бывают, но это редкие очень случаи. Угу. Хорошо. И на сороковой день происходит совет? Когда очень много негативной энергии. Угу. Как человек приходит, как перегружен этой негативной энергией. Угу. Его не допускают аж к своим. Он где-то на втором, первом-втором уровне находится? Да. Ну, а как же такого перегруженного потом поднимают на совет? Не, его поднимают на совет. Ну, например, в нем столько негативной энергии, что нежелательно его пускать к своим. Угу. Угу. Но он на совет его как-то транспортирует изолированным, что ли? Ну, в этом какой-то такой проблемы большой нету там. Угу. Ну, хорошо. Как в больнице. Есть дети, которые лежат вместе, а есть которые изолированы. Угу. Точнее, значит, что там суперспециальной охраны нет. То есть как-то заразить этой черной энергией окружающих нельзя? Окружающей души? Нет, нельзя. Угу. Они не допускают такие души. Куда они допускают? К своим. Угу. Я понял, понял. Хорошо. Что душа как не выполнила план? Программу свою не выполнила? Программу не выполнила. И нахваталась темной энергии и ждет на первом и втором уровне. Хорошо. Но, предположим, вот светлая душа нормальная, ну, среднестатистическая. И вот она поднимается на сороковой день на совет. А на совете кто присутствует? Можете еще раз описать? Угу. 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 Энергетические. Угу. Энергетические. Ну, они высшего порядка, да? Да-да-да. Они высшего порядка. Они уже сюда на землю не спускаются. Они очень высоко. Можно сказать, что это уровни архангелов? Да. Но архангелы не принимают участия. То есть это не их задача? Это абсолютно не их задача. Это близкие с ними? Их задача, когда человек на земле. Это их задача курировать, помогать, решать разные ситуации. Когда душа уже пришла сюда, ее уже принимают другие, как субстанции высшего порядка, и уже распределяют. Эти должности не можете примерно хотя бы их назвать? Не могу. Эти должности зависят от набора энергии. А как-то слово какое-то подходящее есть у нас, у людей, высшего порядка? Судьи. Судьи. Идет суд. Показывают жизнь, как ты прожил и как ты должен был прожить. Правильно мы понимаем? Не должен. Мог. Мог бы прожить. Мог бы прожить. Тебя никто не заставляет. Это твой выбор. Поэтому тут нет такого слова должен быть. Вы же это говорили. Хорошо. А может быть, что вот эта жизнь, которую, допустим, он мог прожить, она всегда счастливая, хорошая? Не может быть. Это зависит от программы. Всегда люди идут на землю на исправление. У них есть какие-то кармические узлы. У них есть сопутствующие ситуации. Если человек будет жить всю жизнь в каких-то замкнутых условиях, хороших, как цветок, тогда нет смысла никакого посылать человека на исправление. На исправление. Он должен понимать окружающий мир. Для чего это? Переступать через разные ситуации. Выходить оттуда с гордо поднятой головой. Это то же самое, как ребенок ходит. Он должен упасть, встать и идти дальше. Упасть, встать и идти дальше. А если его всю жизнь будет носить на руках, тогда нет смысла, он и ходить не будет. И жить он дальше не сможет существовать. Понятно. С этим разобрались. А еще на совете кто-то может какие-то предъявления там за жизнь присутствовать, да? И какие-то за, против, ну как бы говорить, как адвокаты, как на земле у нас? Нет. Нету за, против. Тут все показано. Вот, лист. И тут без обманов, без чего, ничего выпрашивать не надо. Угу. За каждый свой поступок, сделанный ты, несешь, как ответственность. Плохо ты поступил, монетка в плохую копилку. Хорошо поступил, монетка в хорошую копилку. Это твой выбор, и все. Отлично. И после совета… Тут уже доказывать, рассказывать поздно. Да, да, я понял. И уже после совета определяют на какой-то свой определенный уровень. Да. Там начинается чистка. Отделяют темную энергию от светлой. Угу. Когда отделили, поднимают на нужный уровень душу. На ее место, то есть та, которая она уже заслужила, да, свой уровень? Да. Уровни души заслуживают по количеству набора энергии. Чтобы понятнее было, 5 Гц – пятый уровень, 6 Гц – шестой уровень. Угу. Это, к примеру. И там она находится, набирает энергию обратно, да. То есть она набирает на своем месте энергию для того, чтобы обратно на Землю вернуться. И подняться еще выше. Если ты поднялся уже выше седьмого, восьмого уровня, таких людей уже редко спускают обратно на Землю. В основном им дают уже как работу, как курирование. Они присматривают, они помогают. Они так делают уже другую работу, и на Землю они не спускаются в эти души. Уже начиная седьмого уровня. Если у них есть хороший опыт пройденный. Угу. 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 Большое количество набранной энергии и вибрации. Пройдены вот эти пути, кармические узлы. Угу. Угу. поднимаешься, душа выше, и уже не спускается. Это уже начиная с седьмого уровня, да? Да. Интересно. Как Вы можете, сколько времени, вот, например, душа ушла на Землю, и через какое-то время она возвращается, как те души, которые родственные остались, как они это время могут воспринимать? Сколько для них по времени? Душа отсутствовала. У них нет такого понятия, как время.